Продолжение следует... Продолжение следует... Она прекрасная. Прекрасная во всех отношениях девушка. А самое главное, мы понимаем друг друга с полуслова. Вернее сказать, понимали когда-то. В общем, все началось месяц тому назад. У нас была круглая дата, и я решил подарить ей золотые сережки с бриллиантами. Но то ли бирюзовая коробочка, или, как вариант, лишний бокал вина, в общем, что-то натолкнуло Юлю на мысль, что я хочу сделать ей предложение. Это не так. Она рыдала всю ночь. Наутро, как приличная девушка, сказала, что это от счастья. Но я-то знаю, что врет. Через неделю я пошел, купил кольцо. Моя мама говорит, что в женитьбе нет ничего страшного, а самое главное, непоправимого. Так-то оно так, но все равно как-то стрёмно. Отрёмно. Блин. Сань! Да-да, я здесь. Привет. Ты чего не одет? Через полчаса выходим. Да я успею. Ты сорочку купил? Да, купил бы ты. Молодец, давай одевайся. А представляешь, Ирка с Клопаковым решили свадьбу в Хорватии делать. Ты жалуется, что бабла нет, но ты в Хорватии. Вы когда-нибудь слышали про кризис трёх лет? Так вот он у нас в самом разгаре. Сорочку-то погладил? Нет, тебя ждал. Артур! Это что такое? Это сорочка. Не может быть, блин. Какого она цвета, умник? Ну я ж тебя просила купить любого нейтрального цвета, любого другого, только не белого. Я зачем себе шила это платье? Чтоб ты мне его потом испогаял своей дурацкой белой рубашкой? Ты хотела бабочку? Хотела. Для бабочки. Сорочка бывает только закрытой планкой. Продается она, к сожалению, только в белом цвете. Никаких айвори не бывает, понимаешь? Я знаю, зачем ты так сделал. Хочешь выставить меня полной идиоткой. Ты понимаешь, что на фоне твоей белой рубашки мое платье будет казаться тупо грязным. Хватит орать на меня! Хватит издеваться на том, что... Да не заметит никто. Юль! Юля хочет замуж. Можно было бы потянуть еще полгода, год, но... Костян Колпаков, мой лучший друг, влюбился в Юлину подругу. Юль, мы опаздываем. Неделя назад у них был голод, как они вместе. В прошлый суббот он сделал ей предложение, а сегодня мы с Юлей идем на их помолвку. А что особенно у Выри? Да как-то ничего. Просто теперь Юля осталась единственной, незамужней в банте курочек. Ты идешь? Юлины псевдобогемные подружки любят поджать денег на всякого рода бессмысленное действие типа помолвки. Главное, чтобы было модно, дорого. Прошу меня простить. Поздравляю. Ужасно. Спасибо. Друзья, позвольте сказать несколько слов. Колпаков, итак, если кто не в курсе, мы с Ирой решили пожениться. Ира, я люблю тебя. Ты делаешь меня самым счастливым человеком на земле. Колпаков, я хочу от тебя детей. Иди сюда, быстро. Ты не корня. Спасибо. Клад. Привет. Привет. Королева. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Здорово, что ты пришел. А где? Кто? Артур? Не знаю. Наверное, провалился сквозь землю. Стыдно стало после речи Колпакова. За Костю? Нисколько. Я с ним солидарен. Привет. Привет. Что? А, нет, ничего, рубашка. Хорошая. Пойду с девчонками поздороваюсь, сейчас приду. Давай, давай. Никто не заметит? Если ты так бейся, я могу уйти вместе своей сорочкой. Ну, конечно, уйти вместе с того, чтобы решать проблему. Это в твоем стиле. А как я ее должен решать, скажи, пожалуйста. Не знаю. Ты, мужчина, сделай что-нибудь. Сознательный уход от реальности. Хоп, и все. Броня. Броня. Сделай что-нибудь. Сейчас я сделаю что-нибудь. Малыш, ем говно. Мы вот с ней больше обижать от проблем не будем. Сорочка с платьем не сочетается. Нахрен сорочку. Не Айвари, конечно. Но зато, сука, с закрытой планкой. Главное это платье. Держись. Все хорошо. 5,5, 0,8 карат. Простите, мы закрываемся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Юль. Юль. Вау. Ало. Ты офигел? Где ты? Эфир через 20 минут. Быстро сюда, придурок. Новое радио. Нарепите. Эфир. Тихо, тихо. Больно же, блядь. Мой его. А все вчера было. Офигенно, вчера все было. Здрасте. Привет, привет, Артур. Вставай. Новое радио. Новое радио. Новое радио. Новое радио. Я вас всех приветствую. О чем будем говорить, Артур? Говорить мы сегодня будем несерьезно. Говорить мы сегодня будем с Семеном несерьезно. Так, абсолютно. О чем же мы будем говорить несерьезно, Артур? Говорить мы сегодня будем о любви и отношениях к Семену. Отбивка. Семен, будьте добры. После рекламы первой песни, пожалуйста. На новом радио. Каждый день новое радио принимает твои личные сообщения. Сюда. Юль, Юль, подожди. Артур, одна минута. Быстро в студию. Сейчас, да. Иди работай. Подожди, пожалуйста. Прости. Я правда не хотел... Все, Артур, не надо извиняться. Я не обижаюсь. Просто с нас хватит, мне кажется. Прости. Я все решила. И спасибо, что хоть эфир не спорол. Пошли. 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 Быстро. В студию. Женщина, женщина, как ты некрасиво поступаешь со мной. Женщина, женщина, как несправедливо, что я не с тобой. От меня вчера улетел Андрюха, а я один в квартире пустой. Женщина, женщина, как все это глупое, ты не со мной. Одна его порога и до края небес. Долгая дорога не к тебе. От моего порога и до края небес. Долгая дорога не к тебе. Женщина, женщина, если бы мужчины умерли летать. Если бы не только Андрюха, а все мужчины умерли летать. Если бы мужчины умерли летать, их стало бы не хватать. Женщина, женщина, и тебе бы стало меня не хватать. Но от моего порога и до края небес Долгая дорога не к тебе нет. Как говорит моя мама, когда у нее возникает проблема, сынок, не ищи меня, я в Турции. Ну что ж, Турция так Турция. Хелло, из Анибархия? Здравствуйте, дорогие друзья, я уже завтра улетаю и я хотел бы эту песню посвятить Мишеньке. В этом отеле мы с ним познакомились. Ты в мою жизнь ворвался так внезапно, восемь дней, семь ночей. Миш, я люблю тебя. А если вспомни меня, где была? И я такого мальчишку сладкого. И я замечу, что угнала. Угнала, как простую девятку я. Угнала у всех на виду. Угнала. Ой, а можно пониже? Ну ладно, стойте так. И чтобы девятку я, я ждала, тебя так ждала. Ты был мечтою моей, хрусталью. Угнала. Тебя угнала. Русский. Да. Хрусталью угнала. Тебя угнала. Ты был мечтою моей. Давай выпьем. Нет, спасибо, я не пью. Угнала. Тебя угнала. Ну и что же, Сама откуда? Криминального. Слушай, я, наверное, пойду, ты меня прости ради бога. Хорошо? Вместе. Миш, люблю тебя. А вот вдруг мне скажут, а где взяла? Москва! Медвижку сладкого. И я скажу, что он угнала. Миша, 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 ты понимаешь, что вы салтами рук в левую, рук в левую, рук в левую, вернись. Миша, вернись. Санитар леса, блин. Так. Ну вот. Вот как-то так. Ты знаешь, я вот завтра утром проснусь, а тебя рядом не будет. Странное чувство, правда? Все, все, пойду, а то я сейчас заплачу. Миша, я не забуду тебя никогда! Прощай! Не ходи, не ходи, не кольку свою забрали! Ну так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извините? Прошу прощения. Братик, все в порядке, мы работаем. Все хорошо? Давай, 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 проходи, братик. Не стесняйся, присаживайся. Сам откуда? Из Москвы. А поточнее. В смысле? Все так говорят, потом начинаешь уточнять. Оказываешь, что из Стамбова. Артур. Папа. Крещеный? Да. Все. Дима! Дима! Греческий салат и кара ягненка. Две порции. Греческое кафе в Турции в арабском квартале. Со слов папы, еще его прадед Лазарас Пападоболос владел им. А сам папа единственный грек во всем из мире. И гордостью его по этому поводу нет предела. Потому что я к людям по-человечески отношусь. Меня у них тут как заноза в заднице. И мне это по кайфу. Блин. Диедушка, Марако! Еще раз так сделаешь, получишь. Сифир, о! Сюда иди! Привет! А вот и я! О! Танюха! Миша, я из Мак-За. Мы созданы друг для друга. Сдала билеты, вот я здесь. Я так тебя люблю. Видишь землю на горизонте? Это брат Греция. Барат-то гомемена сустома. Да? Да. Давай, о чем ты там хотел поговорить? Да я... А ты был женой? Конечно, два раза. Сейчас третья. А как это ты понял, что надо жениться тебе или нет? Любишь ее? Ну... Так, братик, здесь надо точно знать. Люблю. Ну, любишь, значит, женить, это нормально. Как объяснить? Женщина по природе своей рождается несчастной. Мы же, в свою очередь, рождаемся для того, чтобы сделать их счастливыми. Это закон. Это наш долг, наше призвание, наш крест. Делать этих несчастных дур счастливыми. Любишь ее, значит, она достойна. Ну? Да не думай ты ни о чем, просто кайфуй. Люблю ли я Юлю? Да что за дурацкий вопрос. Конечно, люблю. Стал бы я ее три года терпеть. Хотя, что такое любовь? Так, мне больше не наливать. Здесь любовь, парни, это когда ты все время в чем-то виноват, а она вся такая красивая. Как же я скучаю. Да. Юля? Привет. Слушай. Артур. Слушай, тут такое дело. Хватит мне звонить, пожалуйста. Тихо, Юль, слушай, подожди. Смотри, вы женщина изначально рождаетесь несчастной. Да, ты ж... Да. Ну, не же мы. А мы мужчины созданы для того, чтобы у вас несчастных сделать счастливыми. Это природа. Это природа. Все, я не могу говорить, объявили посадку. Так, Юль, послушай меня хотя бы минуту. Мы улетаем на конференцию в Афине. Извини. Юль, твой паспорт у меня. Слушаю. Мне сказали, что мое кое-что у тебя. Да, привезли пару дней назад. Ты нашел человека, который мог бы решить вопрос? Пока нет. Это не так просто, Марко. Но будь уверен, человек найдется. Кое-что должно быть у меня завтра. Хорошо. Все нормально? Да, родственник из Греции. А у меня проблемы пипец. Вот, прикинь, моя умотала в Грецию отдыхать с мужиком. Не езжай, решай вопрос. В Грецию? У меня шенгена нет. Это плохо. Очень плохо. Слушай, братик. А я тебе помогу. У меня куб Жорик ходит в Грецию поводить. И куда там нужно? В Афины. Значит, вот как мы поступим. Завтра Жорик идет на Гларас. Это остров. На нем есть аэропорт. У меня там живет близкий Марко. Надо будет ему кое-что передать. Что это? Марко сделает так, что тебя посадят. Куда? Самолет, да, Афин? Смотри, уже звоню, решаю вопрос. Если спросят меня, где в зелах, Я такого мальчишку сладкого, Я отвечу, что угнала. Угнала, как машину... Что ты с ним сделал? Ты что, не видишь, что он пьяный? Пап. Угнала, чтоб все не поверили, Но пойми, имей в виду. Да подожди, Тап. Я забыл, как его зовут. Ну и что же здесь криминального? Чего он так нажирался? С бабой у него проблемы. Тащи давай, тебе-то какая разница? Слушки мои. Ты везешь его до Глараса, Там ждать его не надо. Он дофин. Ты что ты? Посылка для Марко в его рюкзаке. Проследи, чтобы он не забыл на твои рухлить. Нехороший ты человек. Давай поговорим не лишнего. Пустослов. Давай, дорогой, пойдем туда. Идем со мной, идем со мной. Ой, а мы что? Идем, я тебя положу. Да, на лодки мои. На лодки. А вы, я-то в школе учился. Ты не учился в школе? Ну такое, ездили. Еще одна. Бывшие владелицы! И я ждала тебя! Давай, давай, давай. Ух, давай, сюда. Я угнала, тебя угнала. Ну и что же здесь криминально? Потрясающе, представляешь? Почти три тысячи лет. Там наверняка бывали. Аристотель, Сократ, Гомер читал там свои гимны богам. Агапии, инэмон Касья, ту прэпи станка фэна. Агапии, инэмэкитас, тимпорта Олаэн. Агапии, инэмэнтуас. Алло. Алло. Это лодка, да? Плыл. Плыл. Извини, Сталик. Что есть? Да. А ты что здесь делаешь? А че, мешаю, что ли? Нет, просто интересно. А ты что, в Грецию? Да, так. К невесте надо в Афины. Правда, надо по пути там заехать, передать кое-что. Кое-что из Турции в Грецию? Братил! Какой нахерчатки? Что такое? Я в пусту. Давай, стой, стой. Стой, стой, стой. Стой, стой. Стой, стой. Товарищ, заходи. Давай, закрывай. У-у-у! Стой! А-а-а-а! Товарищи, у-у-у! Товарищи, у-у-у! Не надо герой! Отсюда! Ну, пусть расходится! Откройте! Откройте! Давай! Миша, побожди! Кюр! О-у-у! Граг! Кирилл, Дармей! Каканович. Где ты взял это? Каканович. Где ты это взял? Это дал мне мой друг. Ух! Незрежь по-английски. Есть немного. А ты? Худе, бедно? Ну, давай тогда я буду говорить о ты. Помолчи. Меня зовут Марко. Добро пожаловать на остров Галарас. Прошу, присаживайтесь. Чувствуйте себя как дома. Ну? Как вам Греция? Греция, это capital of Great Britain. Great, great country. Yeah, great. Perfect. Огонь! Beautiful. Thank you. Девочка, позови остальных. Хорошо, баб. Ты что? Ты хочешь, чтобы он тебя прямо здесь за кокошки подвесил? А что? Короче, самая красивая баба, полюбасух, дочка в муфиозе. Я пью за вас. Видит Бог, я давно никому не был так рад. Коза ностра. Вы привезли мне мое кое-что? Видит Бог, не тупи. Да, да. Это все. Мама, я сдержал слово. Теперь вы с папой снова будете вместе. Спасибо тебе, Господи. Спасибо, что помогли вернуть на родную землю во прах моего отца. Папа рассказал мне о вашей проблеме, которая теперь стала и моей. Что происходит? Прошу, будьте моими гостями. Я тут отсыпал чуть-чуть. нехорошо получилось. Снюхал человека и втер его в десна. Я каннибал. Отлично. Есть рейс на раннее утро. Я 12 буду уже в Афина. Запарился? Леха, греки завтра тебе сделают новый паспорт. Ты первым рейсом летишь за 1100. Сегодня мой отец Василис Хасапакис вернулся на родную землю. Воистину, пути Господни неисповедуемы. Это хороший знак в преддверии свадьбы моей дочери Катарины и нашего друга семьи Антониса. Отец своим возвращением благословляет ваш брак. Сегодня все должны веселиться. Сегодня большой праздник. Прости нас, Господи. Выпьем. Я вас, Миряна. Я вас, Негалла. Ура! Я шувадонимов. Я шувадонимов. Я шувадонимов. Ага, иду. Сейчас. Стенни. Давай. Ну, ты тоже свою можешь взять. Красава! Красава! Привет. Привет. Вообще-то, это мое место. А правда? Да. Я не знал, прости. Все в порядке. Ну и что там? Там? Море. Море? Да ты что, правда? Да, мне так кажется. Тебе кажется? Я не знаю. Идем. Куда? Увидишь. Окей. Окей. Так, прощаемся. Иди к нам. Что это там светится? Это город. Класс. Что ты делаешь? Хочу искупаться. Сейчас. Вода холодная. Ну и что? Я не знаю. А это не опасно? Не знаю. Тебе страшно, Артур? Да. Да ну брось. Иди сюда. Уж. Я не знаю. Шеки. Окей. 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 Ты? Старай еще себя выспаться. Нет. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что случилось? Это нашли возле алтаря. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Есть какие-то доказательства, указывающие на нашу причастность к этому делу? Если надо, я могу полгорода свидетелей привезти, которые скажут, что прах взял вот этот вот, который косит под итальянца. Я ничего не брал, understand? Успокойтесь. Нормально, да? Я гражданин Рев, давай сюда адвоката. Миш, пожалуйста, успокойся. Чего тише-то? Я четырех месяцев шьет, я тише, а? Немедленно успокойте своего друга. Миша, все, 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 все. А что, в долговны-то набрали, а давайте еще? Да тише! Помогите, Грис! Ай! Скажешь, Марш! Хватит. Отпустите их. Снимите наручники. Марко, здесь я решаю, что и как делать. Да. Ари, отпусти его. Вы останетесь на острове. У меня в гостях. Пока прах не найдется, ваши паспорта останутся здесь, в полиции. Я молился о том, чтобы это были не вы. чё он сказал? Ага. Что он сказал? Молился о том, чтобы не ты прав взял. Так. Хватит с меня этих мафиозных базаров. Пора звонить дяде Толе. Тебя к телефону. Это не из банка? А я откуда знаю? Какого рождая ты вообще даешь кому-то телефон на его кафе? Дай сюда. Да, на, на. На. Мишанин Рыбин. Здрасте. Какой Мишанин? Рыбин, дядя Толь. Ага. Привет, Мишанин Рыбин. А я, пап, ты что, в Греции еще? Дядя, дядя, приночевать негде. Дядя Толь, помощь ваша нужна. Дядя Толь, помощь ваша нужна. Здравствуйте, Монако! Значит так, он будет вечерним паромом. Теперь посмотрим, кто кого. Что она здесь делает? Это ж твоя. Давай, отвлеки её. Я? Почему я? Ну, что, я, что ли? Это ты и я! Давай, придумай, что будет. Давай, встречаемся у Марка! Excuse me! Excuse me, my friend! Здрасте, здрасте. А, русский! Извините, можно вас на минутку? Извините, это, вот, это мой муж. Мы просто с ним потерялись в этом городе. Вы его не видели? К сожалению, нет. Вы меня, простите, Аргемов, мне надо бежать. А если вот так вот? Вы, простите, пожалуйста. Я вам, я вам желаю. А, до свидания. Ну, если его встретите, скажите, что я его ищу. Я свою встречу передам. Удачи. Простите. Что ж, свадьбы не будет. Пока прах не найдется. Я тебя понял, Марка. Он ушел? Да. А что с ним? Нашу свадьбу перенесли. Понимаю. Послушай, ты не видела моего друга? В доме его нет. Понятно. А ты далеко? Хочу прокатиться. Катарина, давай передохнем, пожалуйста. Артур, хватит ныть. Крути педали, давай. Окей. 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 Я буду скучать по этому месту. Что? Не обращай внимания. Мужские хитрости. Стой, куда ты? Это женские штучки. Не обращай внимания, Артур. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Али, али, али. Давай, не писяй. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Такой же дохлый, как отец. Здорово, Мишаня. Здорово. Анатолий Васильевич, меня Артур зовут. А Мишаня в машине попросил вас встретить. Ага. На шифре? Вот. Понял. Держи. Ну ничего, ничего. Дядя Той! Здорово, салага! Ну что за стряслось? Всем привет! Алкан, Толя! Меня зовут Марко. Добро пожаловать на мою виллу Агия Галине. Спасибо. Достатка и благополучие вашему дому. Проходите, пожалуйста. Пойдем за стол. Извините. Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер добрый. Вы говорите на греческом? Откуда вы? Я из Афин проездом. Афина? Афина, Афина, Афина. Ражен в виде ражен. Да, дядь Толь? Решил я навестить племянника. А тут такие дела. Михаил рассказал мне о вашей проблеме. Что ж, я готов помочь в ее решении. Ты им только скажи, что в ментуре работали. Ничего себе. Что же, в нашей ситуации все средства хороши для достижения цели. Все же, чем конкретно вы можете помочь. Дело в том, что вещь, которая пропала, штука, в общем-то, специальная. Кроме вас, прошу прощения, никому не нужная. А значит, и круг заинтересованных лиц небольшой. Ваши родня да друзья семьи. А раз народу немного, стало быть, и искать недолго. У меня есть в этом кое-какой опыт. 15 лет оперативной работы. Что ж, познакомьтесь. Это Антонис. Начальник полиции острова и друг семьи. Он ведет расследование по этому делу. Извините. У вас пуговица оторвалась. Спасибо. Мой интерес простой. Я вам возвращаю прах, а вы мне моих парней. Идет? Хорошо. Пусть будет так. Бог вам в помощь. Ангелики, подготовь комнату для гостя. Чья роковуха? Та вроде ничья. Ваше здоровье. Сервис. Пожалуйста, угощайтесь. Ну вот, прямо по коридору первая дверь направо. Спасибо. Не за что. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо. Не за что. Игорь. Игорь. Пожалуйста. Я сейчас дату. Юня. Спасибо тебе большое. За все. Что-то это... Тебе спасибо. За все. Ты. Больше. Юль, это господи. Ядреный корпус. Что случилось? Да блин, что ты делаешь? У тебя что, проблемы? У меня нет проблем. Отлично, тогда займись со мной любовью. Просто так? Да. Я так не могу. Точнее, я могу, но не так же. Заботь правила и законы своего мира. Это Греция. Здесь действует только один закон – закон любви. Что она здесь делает? Она здесь для того, чтобы подтвердить тот факт, что я была с мужчиной. Здравствуйте. Я понял. Она здесь, чтобы подтвердить факт. Тогда ладно, пускай. Без проблем. Она сидит тут, а я пойду туда. Послушай. Это я украла прах. Но зачем? Я сделала это, потому что не хочу выходить замуж за Антониса. Если он узнает, что я не девственница, то раз хочет брать меня в жены. О, Боже мой. Помоги мне с этим, а я отдам тебе прах. Ты вернешь его отцу, вам отдадут документы, и ты сразу уедешь. Что она говорит? Что, блин, такое она говорит? Бабушка просит, чтобы ты не доводил дело до конца. Завтра не проспею. Варень, одевайся. Я все-таки зайду завтра. Да. Так будет надежнее. Точно. Вот она кульминация. Герой-то я стоит перед страшным выбором. Если я не лишу Катарину девственности, то не получу урну с прахом и завис, но тут хрен знает на сколько. Эта скотина Влада времени терять не станет. Это я знаю точно. Но с другой стороны, получается, что я изменю Юля. О, господи, боже мой, что же происходит. Ну, тут либо я, либо она мне. Это секс. О, спасение любви. Стой. Что? Все, секс отменяется. Бабушка уснула. Она и так подтвердит, что все случилось. Подожди. Ты же только что говорила про закон любви. Греция и все такое. Просто полежи со мной рядом, пожалуйста. Спасибо, Артур. Это было прекрасно. А ты так. Не за что. Итоги. Всегда готов. Давай, давай! Доброе утро! Миша, подожди, надо с тобой поговорить. Миша! Давай, говори! Да, Миша, подожди! Я знаю. Чего? Я знаю, где прах. Дядя Толя! Да, Миша, стой! Не надо, дядя Толя, никакого. Да стой! Не надо, дядя Толя, никакого, Миша! Слушай, не надо, дядя Толя, ничего говорить. Я сейчас не смогу тебе всего объяснить, но сегодня все будет ясно, понял? Не понял. Так, короче, нам надо будет быстро свалить с острова. Тебе надо ехать в город, узнать, когда будет ближайший рейс до Афин, понял? Я... Договорись с лодкой, у тебя бабки есть? Да я не могу, там же она, я так... Да, Миша! Это наш единственный шанс, ты понимаешь? Другого шанса не будет. Фух! О! Что? Есть мы. Поцелуй меня. Это нечестно. Я знаю, но... В последний раз. Идем. Что? Что? Спасибо, Папپа дают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Если вернёшь прах, она твоя. Будь уверен, Марко, я найду его. Кто-то забрал его. Он был тут, кто-то его забрал. Не было тут никакого праха, да? Первый раз, будь со мной честной, не было тут праха, так? Там был прах. Ты что, мне не веришь? А что, должен? Почему нет? Напомню тебе про вчерашнее. А что было вчера? Ты обманула меня. Ты лгунья. Ты меня любишь? Ты меня любишь? Люблю ли я тебя? Да. При чём здесь любовь? Если бы я почувствовала, что ты полюбил меня, я бы отдала себя в ту же минуту. Послушай меня. Сколько мы знаем друг друга? Три дня? Да. Можешь мне объяснить, как можно понять что-либо за три долбаных дня? Ты всё сквозь, говори по-английски, я не понимаю гречески, нифига. Когда речь идёт о настоящей любви, много времени на принятие подобных решений не требуется. А ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Настоящая любовь? Принятие решений? Катарина? Катарина? Катарина, в каком фильме ты насмотрелась этой чуши? Да что с вами со всеми? Я не знаю. Может, дело в тебе, Артур? Катарина, в каком фильме ты насмотрелся? Может быть, ещё один? Очень хорошо. Миша, Миша, я хорошая, Миша, Миша! Миша, 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 я люблю тебя, Миша! Миша, Миша, я здесь, Миша, я здесь! Миша, мы сноски на друг друга, я вернусь, я обязательно вернусь, Миша! Миша, Миша, я здесь, Миша! Ну, наконец-то! Влад, тебе не кажется, что нам надо поговорить? Кажется. А вдруг все, что между нами происходит, это просто инстинкт самосохранения? Мы больше не можем видеться. Прощай. Хитренький какой! Кто же теперь тебя отпустит? Есть, Дуарис, ждем и вечером. С лодкой я уже договорился. Миша, Миша, ты прости отбой, извини, пожалуйста. Я не знаю, где прах. Я не знаю, ехать в Афин или нет. Может, пусть она просто будет счастлива. Пусть все бабы мира будут счастливы. Они же все, на самом деле, достойные. Просто не все мужики могут счастливыми их сделать. Вот и все. Фадя, а ты не прифигел, если гонцуженьки? Я спорту жизнью рисковал, на хрена? Что значит, не знаю, хочу я лететь в Афин или нет? Вадя, а почему Вадя? Меня Артур зовут. Так а толку-то? Очень приятно, когда тебя по имени называют. Давай по делу. У нас с тобой нет никаких дел. Да я проблемы твои решаю, пока ты гречку топсешь. Пошел ты. Говно ты, Сань. Не пацан, Сань. Так. Вася обычный. Сань. Войдите. Папа, нам надо поговорить. Что случилось? Давай. Вон тот, что в середине. Ну, сядь ты, не суети. Я ужуй. Дядя Толя, я, честное слово, я к ней не притравился. Я ничего не делал. Меня за изнасилами закроют, да? Да не кипишуйся. Никто тебя никуда не закроет. Прах у меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правда, ты что, реально думаешь, я тебе это подпишу, что ли? Греческие визики за последние 10 лет, я это подписывать не буду, understand? Ари. Давай, пока. Ты вообще улыбаешься хоть иногда? Паспа! Мой друг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу было понятно. Прах взяла девчонка. Когда все влеглись, я сел в засаду и затаился. К утру появилась она. Понятное дело, я решила перепряст прах. Ну, в общем, как я и говорил, если прах реально найти, значит, он найдется быстро. А что ж, вы его сразу не отдали? Ложка дорога к обеду. Дива! Там. Значит, скажи ему, что у меня есть предложение, от которого он не сможет отказаться. Да? Да. Почему ты так со мной поступил? Я ничего не сделал. Я пустил тебя в свой дом. Дал тебе хлеб, вино. Готов был помочь с документами. А ты так жестко мне отплатил? Почему? Скажи, пожалуйста. Видит Бог. Я не хотел этого. Я люблю ее. Что ты сказал? Я люблю Катарину. Этот ответ мне подходит. Завтра ты повторишь это в церкви. Ангелики принесет тебе все необходимое. Ты ничего не забыл, Марко? Ты дал мне слово. Моя дочь принадлежит этому мальчику, Антонис. Она сказала, что любит его. Я вижу, ты забыл, с чего мы начали, Марко. Или тебя больше не заботит твое темное прошлое? Что если в городе узнают, чем их мэр занимался в Афинах, о твоих делишках с турками? Ты не сделаешь этого. Иначе мне придется поведать о твоем настоящем, Антонис. Я думаю, всем будет интересно, откуда у тебя роскошный дом, оливковые сады. Я прошу тебя, проследи за Артуром. Не дай бог, с мальчиком случится какая-нибудь беда. Я прошу тебя об этом как друга. Не доводи до того, чтобы я пришел спрашивать себя как с врага. Дядя Толя сказал, что сделает вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Какое еще предложение? Что ты здесь делаешь? Отец велел мне передать вещи для Артура. Понятно. Ты забыл свои очки. Спасибо. Что-то случилось? Скажи, что я не схожу с ума. И между нами что-то есть. Нет. Ты не сходишь с ума. Я не смогу отсюда уехать. И не надо. Мне здесь нравится. Ты сумасшедший. Почему? Ты меня совсем не знаешь. Ты меня тоже. Значит, мы оба сошли с ума. Это плохо? Нет. Просто я забыла, как это сходить с ума. Мне нужна твоя помощь. Где тут у вас можно чай купить? Я серьезно. Тише. Тише, 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 тише. Тише, сейчас очень важно, я тебе скажу. Давно должен был тебе сказать, сейчас скажу. Тише, тише. Ты, ты женат? Если бы. Все намного серьезней. Черт я, нельзя тебе этого говорить. В общем, я здесь на задании. Соля! Ненавижу тебя! Телефон запозит! Я не знала, что думать! Уда! Стоять! Я всех самарских местов на уши подняла, чтоб тебя запилинговали! Иди сюда! Вы созданы друг для друга! Пойми! Ангелики, ну где они? Они едут, папа. Я только что им звонила. Подождём ещё немного. Поехали! Поехали! Всё хорошо, что хорошо кончается. Поехали! 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 Он сказал, что прах взяли русские. Это не так. Катарина, признайся. Прости, папа. Но зачем? Я думала, если прах пропадёт, свадьбу отложат. Я не хочу быть женой этого человека. Она не хочет, вы слышали? Почему ты мне не сказала? Я знаю, что Антонис хранит твою тайну. Я боялась, он навредит тебе. Вот прах твоего отца, Марка. Отдай мне свою дочь, как обещал. Папочка, пожалуйста, нет. Прах в обмен на дочь, Марка. Я прошу тебя, нет. Ты дал мне слово? Нет. Простите, что вмешиваюсь, но настоящий прах у меня. Мне его дал Толя. Что ты несёшь? Настоящий прах у меня. Почему ты мне не сказала? А ты мне почему не сказал? Подождите, у меня тоже есть прах отца, Марко. Прах отца – лучший подарок на свадьбу дочери. Вот настоящий прах. Прах у вашего отца. Отца, лучший подарок на свадьбу дочери. Старшей дочери. Что это значит? Я выхожу замуж за этого человека. Как видишь, он более достойный, чем многие здесь присутствующие. Когда речь идет о настоящей любви, много времени на принятие подобных решений не требуется. Что ж, дети мои, отец с нами и благословляет ваш брак. Разве можно желать большего, Толя? Субтитры создавал DimaTorzok Вроде как да. Но ты что, куда? Слушай, ну я здесь пару дней потусую. Этих надо спортсменов посмотреть. Атлантов. Да, дело хорошее. Эх ты. Давай. Все, мой телефон у тебя есть, так что еще звони. Ты тоже звони, у тебя тоже у меня есть. И это, нас с вами бы пригласили? Давай, давай, пока. Артур! Артур! Четко! Четкать! Подскажите, пожалуйста, в каком номере остановилась Юлия Савельева? Я ее жених. Все, парни, гейм овер. Кольцо у меня. Вижу цель, не вижу препятствий. Ведь тормоза придумали трусы. Это мой выбор. Я его сделал. Не выполнил, снова не спится, снова один. Но если ты, любовь, один из нас, Мы устроим час и не завтра, А здесь и сейчас. Но если ты, любовь, не уходи, Поглянись вокруг, как и жизнь прекрасна, Здесь и сейчас. Скотч, как способ уйти, Новая дырка, Старая синий дик, Ночь. Кинануло, да? Сам решил. Я понял одну штуку. Выбор – это наше единственное оружие в борьбе с будущим. Вот это жняк. Бой, давай. Ну что, обратно рванив? Все. Валим. Давай, давай. Миша! От судьбы не уйдешь, Миша! Мы созданы друг для друга. Миша! Миша! Сопротивление бесполезно! Но если ты, любовь, один из нас, Мы устроим шансы не завтра, А здесь и сейчас. Но если ты, любовь, не уходи, Поглянись вокруг, как и жизнь прекрасна, А здесь и сейчас. Мы созданы друг с тобой. Не уходи, не уходи. Мы созданы друг с другом. Мы созданы друг с другом. И раба твоего Толю Вы служили в полиции? Было дело. Сможете достать рекомендательные бумаги? Да. Да. Отлично. Вы знаете, почему вы здесь? Да. Вы посадили паром на мель. А, ты хочешь косяк какой-то на меня повесить, чужой, да? У вас здесь проблемы, и ты все на россиян. Не надо, не зли меня. Я спокойна. Но не надо этого делать. У меня, ты знаешь, что в Самарской области менты все мои знакомые. Ты в курсе? Я тебя запомню. Ты смотри, давай тут не преувеличивай. Не надо, мне чужие косяки не нужны. Отпусти меня, пожалуйста. Ты понимаешь, что мне просто... Это получилось, что у меня мужчина мой любимый пропал. А я тут кроме тебя никого не знаю. На этой чужбинушке-то, на земле чужой. Чудный мой человечек. Я же случайно оказалась на этом пароме-то. Я просто когда забежала, смотрю, а паром уже отплывает. Ну, я пока разобралась, в чем дело. Вот, а он уже ту-ту. Понимаешь, внученька, вот когда любовь у тебя будет, ты это сразу как-то поймешь. Это такой процесс, это как химия. А я ей такая говорю. Бабуль, а у тебя была любовь такая настоящая? Она мне, знаешь, не... Да, была. Моряки, прикинь. Угнала у всех на ведом. Угнала, что все обалдели вдруг. Угнала, но имей в виду. Не верну тебя к бывшей владелице. И я ждала, тебя так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною. Может быть, вам пока предложить кофе? Или чай. Смеетесь, что ли? У меня уже блин, аритмия от вашего кофе. Ребята, можете мне предложить в туалет сходить? Я просто не знаю, где он. Где? Прямо направо. Спасибо. Интернет, конечно, нормальный вам провести надо, правильно? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова